Игорь, добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо вам большое, что подключились. Мы тут коротко охарактеризовали ситуацию, но это довольно сложно, потому что много где есть аварии, и невозможно все перечислить. Но выглядит как полный коллапс. Так ли это? Как ли это, да. Ну, ещё не полный, такой частичный, но уже по большей половине российских регионов сообщает о массовых техногенных авариях, и, к сожалению, до окончания зимы ещё далеко, так что мы можем ещё много чего неприятного узнать. Это, к сожалению, для граждан России такая реальность, в которой они будут жить постоянно. Ну, как бы страна довольно давно требовала капитального ремонта, реновации, не каких-то отдельных домов, а реновации всей страны. Можно было на этом очень хорошо поднять всю экономику, но вместо этого решили экономику поднимать милитаризацией. Эту сферу бросили, а в ней живут люди. И теперь какая картина? Сказать будет сложно, потому что она будет только ухудшаться, никаких факторов улучшения просто не существует. Игорь, можно я спрошу, потому что меня очень волнует этот вопрос. Тема износ основных фондов – это просто больше 20 лет я слышу эту историю. Её уже использовали на выборах и вне выборов. Вне выборов реже обычно на выборах активно используется. Но такое впечатление, что этим никто не занимается, это просто тема для обсуждения. Так ли это? Конечно, потому что на самом деле выгоднее ничего не делать. Но вот смотрите, объясню это очень же просто. Надо же различать, что выгодно стране и что выгодно чиновнику. Это же очень разные вещи, как вы понимаете. Чиновнику что выгодно? Получить большой откат от девелопера за разрешение подключить новый дом к старым коммуникациям. Можно, конечно, строить новые коммуникации, но это дорого, сложно и очень занудно. А очень просто сохранить старую коммуникацию, но взять большой откат от девелопера за то, что разрешить ему подсоединить новый многоквартирный дом к старому коммуниколектору, к старым трубам, к старому кабелю и так далее. На этом хорошо зарабатываются деньги, как вы понимаете, эффективность чрезвычайно высокая с точки зрения чиновника. Затрат никаких, усилий никаких, а деньги заносят и очень хорошо заносят. А к этому коллектору подключаются всё больше и больше и больше и больше. Конечно, ну посмотрите, три года Россия бьёт рекорды по жилищному строительству. Президент об этом всё время рассказывает, 100 тысяч квадратных метров. Спрашивается, а где у вас репорты о том, что в стране идёт огромное строительство коммунальных сетей? Ну, где-то построили, а где-то и нет, поэтому что происходит? Новые районы, всё дальше-дальше от теплоцентрали, соответственно, труба всё дальше. На эту трубу сажают новые огромные человейники, как это в России говорят. Их надо отапливать, чтобы туда тепло доходило, надо повышать давление в трубах. Соответственно, в районе старых городов начинается прорыв, потому что давление слишком большое, а трубы слишком старые. Но всё очень, как вам сказать, технически это же не интересная тема, не весёлая, не красивая. Только вот когда у тебя замерзает дом, и у тебя лопается батарея, то тебе уже не до красоты. Это правда. А может, я сейчас встречаю, Максим, сори. Ещё были цифры, назывались, например, «Материал важных историй», что большая часть труб была проложена 40-60 лет назад. Да. И что замены требуют треть тепловых, 44 водопроводных и 45% канализационных сетей. То есть получается, что их никто не менялся эти годы, в том числе вот эти богатые... Вы историю вспоминаете о Российской Федерации? У вас в 1985 году началась перестройка. У вас были какие-то большие проекты по реконструкции страны. У вас демократией занималась страна, правильно? А до этого несколько лет была гонка на лафетах. Там тоже что-нибудь делали? Вы считаете. Вот и считайте, с 1980 года у вас гонка на лафетах, потом борьба за демократию, потом у вас приватизация. А с 2000-го-то что? А с 2000-го-то что? А с 2000-го мы строили дворцы. А у них как с канализацией, интересно? Ну, я думаю, что там все в порядке. А у них все автономные. У них автономные. Так, как должно быть. Подвел газ к дому, к отдельной котельной, и все работает. Это как в Европе. Я правильно об этом все время говорю. Нужно отказываться от центрального топления, священного фетиша Российской Федерации, ставить бойлеры в каждом доме на крыше, а потом со временем в каждой квартире. Я с этим столкнулась, когда я переехала в город Бонн. Потому что я выяснила, что тут каждый дом имеет свою котельную, по сути. Конечно, конечно. Газ-то не так замерзает, не так лопается, как в горячей воде. Это правда, это правда. И каждый при этом считает, сколько он тратит за свое тепло, сколько тратится на подъезд. Я вам напомню, что вы получили впервые в жизни возможность сама регулировать температуру в доме. Да, это правда. А в России это невозможно. Поэтому даже если вы такой занудный, и вы врежете краник на батарею и отключите ее, то производство тепла на теплоцентрале не упадет. Никакой экономии страны не пристечет. Когда про это дело узнали американцы, они сказали, что Россия, а тогда еще СССР, будет вечно нищей страной, потому что такое бездумное отношение к энергетическим ресурсам, к системе отопления будет делать любую богатую нефтью и газовую страну нищей. Так оно и происходит. Игорь, скажите, сколько нужно денег для того, чтобы эту проблему решить? Потому что мы понимаем, что это суммы огромные, и если их даже на года раскладывать, то все равно в ближайшем будущем с теми военными бюджетами, которые сейчас запланированы, это не произойдет очень быстро. Ну, я назову цифру. Я только боюсь, что люди ее даже осознать не в состоянии. Оценка состоит в том, что на такие цели нужно потратить от 10 до 20 триллионов рублей. Напоминаю, что бюджет Российской Федерации где-то 36 триллионов. При этом первые 10 надо потратить в ближайшие 3-4 года, иначе будет вал аварий. Спрашивается, будут эти деньги потрачены? Ответ – не будут, потому что их просто нет. Значит, поэтому что можно сказать россиянам? Готовьтесь носить воду на 10 этаж в ведрах. Вон в Севастополе уже начинаются конфликты, потому что пригнали эти цистерны с питьевой водой, народ ругается, что слишком много ведер семья принесла, вот остальным может воды не хватить. То есть вот раньше били морду за, простите меня, за подсолнечное масло на базаре в Калининграде, теперь будут бить морду за лишнее ведро воды. Ну, это жуткие шутки, это жуткая история, но это вот реальности российские. Что можно с этим поделать? Игорь, то есть совет от экономиста Липсица, автора учебника экономики. Я по нему учился в школе в конце 90-х. Спасибо вам огромное. То есть совет такой. Покупайте буржуйки, керосиновые лампы, что там еще нужно? Баки для сборной водой. Ой, нет, там все значительно сложнее. Мне прислали целую инструкцию. Люди из Грузии мне прислали, как они во время гражданской войны в Грузии, когда все отключилось, как они отработали систему отопления квартир, пленки теплоизлучающие, специальные одеяла, обогреватели в постель, чтобы лечь теплыми ногами. Там целая инструкция у меня на телеграм-канале есть. Так что там много чего. Там буржуйки сложно. Буржуйки, знаете, там вот верхние этажи будут, нечем дышать будет. Там сложная история. Я знаю, я знаю. Не будут, не будут теперь наши российские власти YouTube блокировать, потому что там будут инструкции, как выживать в ледяной пещере. Вот самый популярный жанр, наверное. Но у меня есть еще один вопрос к экономисту. Такие коммунальные аварии происходят каждый год. И что получается, потеплеет и забудем? Вы знаете, для России глобальное потепление – это катастрофа, между прочим. Я без всяких шуток, потому что если вы посмотрите, что такое Российская Федерация, то огромная часть территории находится в зоне вечной мерзлоты. Если вы начинаете наблюдать фактор вечной мерзлоты, который тает в условиях потепления, вы получаете, что большая территория России, все северные ее регионы погружаются в болото. Так что что с этим делать – это страшное дело. Так что есть, наоборот, расчеты, что Россия более всех стран мира несет огромные в будущем экономические потери из-за потепления. Ох! Да-да, просто взорвусь. Я даже не знаю, какая нужна инструкция на этот счет. Спасибо большое. Страной заниматься надо, понимаете? Не воевать, а страну обустраивать надо. Страна сложная. В северных межширотах сложная, длинная. Дороги прокладывать, ремонтировать коммунальную систему, менять всю систему энергоснабжения. Огромная работа, которая могла бы кормить Россию десятилетиями. Но вместо этого производство оружия. Ну, соответственно, если оружие производится, то с коммунальным хозяйством паршиво, значит, учиться надо выживать как можно. Что я могу вам сказать? Продолжение следует...